Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот Пашаев счел тактику защиты Ефремова абсолютно правильной и верной. Линия защиты актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смятении ДТП, была выбрана верно, заявил Альман Пашаев. Об этом он заявил ТАСС. Он отметил, что если бы Ефремов с самого начала судебного процесса признал вину, это ничего бы не дало. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, говорит Пашаев. Последнее слово это окончательно, и суд принимает последнее слово. Но я напомню, что в последнем слове Ефремов сказал, что он признает вину, но он сделал это с оговоркой в одно слово, которое фактически может поставить суд в тупик с решением, что это признание вины. Он сказал, я признаю вину, если это сделал я. То есть признание вины должно быть безусловным. Я признаю вину, точка. Признаю вину, если это сделал я, можно расценить, как и не признание вины. Поэтому в данном случае тоже оставлена лазейка для апелляционного обжалования. Оно и так возможно с признанием вины, но тогда невозможно оправдательный приговор. Возможно только скостить срок. Но если судья сочтет, что это не признание вины, тогда возможно оправдательный приговор, соответственно. Но тогда вот все письма охлобыстенно связаны с просьбой о помиловании Ефремова. Они не имеют никакой силы, потому что для помилования Ефремов должен безусловно признать свою вину и сказать, что я виноват. Значит, по мнению Эльмана Пашаева гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии не из-за того, что он не сразу признал вину, а из-за сатирических стихов, которые тот читал. Он добавил, что со стороны актера к нему нет претензий, а с семьей Ефремова Пашаев поддерживает хорошее отношение. Ну то есть Пашаев все-таки склонен считать, что это не из-за признания непризнания вины, а из-за сатирических стихов, которые читал Ефремов. Вы знаете, рассуждая о роли Эльмана Пашаева, здесь можно говорить бесконечно, мне кажется. И столько же, мне кажется, бесконечное количество сторонников и столько же противников Пашаева, да, его линии защиты и деятельности и личности и так далее. Я могу сказать, что, наверное, самое главное, что сделал Пашаев, это вот придал полную гласность этому судебному процессу и вот такой огромный общественный резонанс. Я уже говорил, что это американская модель, когда, знаете, вся страна следит за каким-то судебным процессом. У нас это вот называют реалити-шоу, сделали из суда реалити-шоу. В Америке, вы знаете, делают всякие зарисовки, картинки, рисунки, если нельзя там фотографировать. Из зала суда выходит кто-то, кто давал показания каждого свидетеля. Ну вот все, что мы видели в процессе, это все американская модель. У нас такого нет. У нас ни адвокаты, еще раз говорю, не привыкшие к этому, ни судьи. У нас все тихо, за дверьми сделали, там, посадили, оправдали и так далее. Вот чтобы такой общественный резонанс, такой интерес к судебному процессу, вот это и называют. Вы создали шоу, вы сделали шоу, вы сделали реалити-шоу. Поэтому я думаю, что это его заслуга. Почему? Потому что, видя вот это, не шоу, безусловно, да, а, ну, если это так назвать, да, на американский манер, видя вот этот судебный процесс, мы увидели огромное количество тех нарывов, которые вскрылись вот в свете этого судебного процесса. Я имею в виду и отношения людей друг к другу, и работу федеральных СМИ, и агрессию в обществе колоссальную. Собственно говоря, и какие-то огрехи, пробелы в работе правоохранительной судебной системы. И так можно продолжать до бесконечности. И вот это все мы увидели, вот софиты высветили это все настолько ярко, исключительно потому, что Пашаев все это сделал вот на американский манер, вот этот судебный процесс. Если говорить непосредственно не польза для общества, так скажем, а польза для самого Ефремова, а это, наверное, самое главное, ибо решалась судьба Ефремова и решается, и доверитель Пашаева Ефремова. Я могу сказать, что я считаю, что он бился до конца, он делал все возможное. Вместе с тем, у меня есть тоже кое-какие вопросы, которые мне не дают покоя. Ну, к примеру, я озвучу, который вот вспомню. Когда было последнее заседание, Пашаев сказал, что потерпевшие просили рубль, мы перевели каждому по рублю, ну, то есть 3 рубля. Добровинскому же трое доверители, а у старшего сына другие адвокаты, двое. То есть всего 5 адвокатов потерпевших. И вы понимаете, в чем дело? Вот такое заявление на последнем заседании, что потерпевшие просили рубль, мы перевели им 3 рубля. Это вообще никак не на руку Ефремову, вот такие заявления. Это не просто раздражает суд, да, учитывая, что человек погиб. И потерпевшим говорят в судебном заседании адвокат, что просили рубль, а мы им 3 рубля выплатили. Понимаете, суд может накинуть за это пару лет, вот за такие высказывания. Причем не Пашаеву, а подсудимому Ефремову. Вот я, конечно, вот 2 или 3 высказывания таких было Пашаева. И я, когда слышал их, я был, ну, у меня был отрок просто. Я потому что не понимал, для чего это делается. Есть личная неприязнь, есть какие-то у Пашаева вопросы, да, он их неоднократно озвучил, отношения потерпевших. Но, вы знаете, это все возможно говорить, наверное, если он считает это возможным, да, там, в журналистам, в комментариях и так далее. Но не в зале суда, ибо в зале суда все заносится в протокол. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы можем сказать, что на него вот и старые какие-то дела вспомнили и так далее, и он не отказался, и делал все возможное. И я считаю, что, но опять-таки, что Добровинский нам обещал сенсации. Пашаев нам тоже очень много говорил о том, что будет сенсация, о том, что взорвет общественное мнение и так далее, и неопровержимые улики и так далее. Вот недавно Джигурда написал у меня в комментариях о том, что на тысячу процентов он уверен, что Ефремов не сидел за рулем. Я ответил, я ответил, я говорю, Никита, я, вы знаете, я знаю, что Никита Борисович, но я боялся ошибиться, я точно не был уверен. Я поэтому написал просто Никита, но я понадеялся, что он в силу того, что человек молод душой, я не думаю, что счел бы это как какое-то неуважение или что-то такое. Значит, я написал Никита, но вот эти вот неопровержимые улики, что тысячу процентов, вы уверены, что он не сидел за рулем, может быть, уже нужно представить, наконец, общественности. Представить через СМИ, так же, как Добровинский вот взял этот ролик, выложил. Который потом приобщили к делу, который экспертизы признали фейковым, а к делу приобщили, тоже вообще фантастика. Я вот тоже, у меня был вопрос, почему не ходатайствовал, например, Пашаев, а приобщение вот этой экспертизы, что это видео фейковое и так далее. Очень много вопросов на самом деле. Но я не склонен обсуждать. Да, человек выполнял работу, Ефремов взрослый человек, он выбрал Пашаева. И я считаю, что начинать там кошмарить как-то или говорить, что там Пашаев позорник или еще что-то подобное, тогда нам всем нужно пойти гостями в передачу к Скобеевой. Потому что вчера они рукоплескали Ефремову, я уже говорил, завтра они его там равняют землю и очерняют. Так же вчера рукоплескали Пашаеву, молодец, ничего не боишься. Завтра все, что-то там не срослось или думали, что будет так. Вы же прекрасно понимаете, против кого он шел. Поэтому с другой стороны, опять-таки скажу, может быть вот эта излишняя шумиха, которая много чего вскрыла, она сделала минусы Ефремову. Был бы это действительно Генри Резник или Падова, например, да, все было бы тихо, спокойно, так как нужно наверняка. И без вот этих вот шоу много чего бы не вскрылось для общества. Но тогда для Ефремова, я думаю, все прошло бы гораздо более безболезненно. Может быть, не знаю точно или нет. Поэтому роль Пашаева сложно оценить. Но уж единственное точно, что не нужно делать, это как-то пытаться его не травить, что ли, а негативно оценивать. Человек выполнил свою работу так, как выполнил. Это была воля Ефремова и не нам судить. Да, потому что если мы вчера еще восторгались, восхищались и говорили, ох, как молодец, Пашаев и так далее. А сегодня те же люди. Кто-то не восхищался, и он имеет право. Но те, кто восхищался, говорил, что вот он, не боится, лев, так сказать. И когда я увидел эти же люди пишут, эти же люди на следующий день пишут, что, ай, позорник Пашаев. Это, как я говорю, как со сборной России по футболу. Начинают играть наши герои, наше все, наше это. Не вышли из группы, все плохие, давайте еще деньги их пересчитаем до копейки. Почему они так много зарабатывают? Это вот у нас внутри сидит, понимаете? Поэтому ни в коем случае я не склонен его оценивать, Пашаева как-то. Линия защиты правильная, неправильная? Ну, это всегда оценивается, как мне кажется, линия защиты по приговору, да? Если линия защиты правильная, ты понимаешь, что человеку дали там, в данном случае, условно. Ну, линия защиты, если дадут 8 лет колонии, ну, это, конечно, не знаю. В апелляцию надо идти, или что делать. Ну, думаю, что тогда оценивать людям сложно будет, что линия защиты правильная. С другой стороны, может быть, здесь такая ситуация, именно с Ефремовым, что какая бы ни была линия защиты, да? Все равно дали бы много, потому что это, как Ефремов сам сказал, вы знаете, со слов Пашаева, да? Что Пашаев говорит, Ефремов там на пятый или на седьмой день после ДТП сказал, да мне все равно дадут 10 лет. Делайте или не делайте, что-то мне все равно 10 лет дадут. Считаю, что это заказ против него за вот эти его стихотворения. Не знаю. Причем, ребят, напишите ваши комментарии, что думаете по этому поводу, и о линии защиты, и... Но, еще раз скажу, я думаю, что мы не имеем права все-таки оценивать... Оценивать-то мы имеем право, корректно, но начинать говорить, что вот правильно, неправильно, еще раз говорю. Нам-то надо сесть напротив, чтобы сидели 5 адвокатов, двое гособвинителей, 7 человек, издевались над нашими свидетелями, над нашим акцентом, ничего не приобщали, ходатайство не удовлетворяли. И тогда, я думаю, что мы бы с вами вообще неизвестно, добились чего-то или нет. В этом суде. Я имею ввиду на месте Пашаева. С вами был Будда Гришна, ребят, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.